Главное в этом творческом деле – наличие снега и желание создавать из него шедевр. Немного фантазии, терпения и обычный материал превращается в необычную красоту. Студенты аграрного лицея организовали состязание между группами на лучшую скульптуру из снега. Ребята сами проводили жеребьевку, распределение фигур, кто будет что делать. Статический уровень учащийся всё-таки поднимает. Красота она есть, красота. Погода благоволила начинающим художникам. Тепло было и хорошо. И снег такой сыроватый, хороший был нынче. Мы покрасили фигурки, а потом морозом всё, она заледенела. Итог превзошёл все ожидания. Фигуры из снега появились в самых необычных местах. Дед Мороз и Снегурочка – символы Нового года, снежный колобок, снеговик-хоккеист. Мы болеем за Сибирь, наш подарок – команде. Решение студенческого совета было единогласным. Первое место присудить 34-й группе. У нас был стальной стержень. У нас подготовили к этому. Мы не первый год учимся. И как-то нам хотелось показать, что мы старший курс. И как мы ставим себя выше всех или нет. Ну, как видите, мы поставили цель себе и мы и выполнили. Талантливых людей в Сдвинске оказалось немало. Сказочные герои из снега украсили территории предприятий и улицы села. Мы просто не сомневались, что на наше предложение многие руководители откликнутся, потому что мы все патриоты нашей малой Родины. Какое настроение сразу чудесно создаётся, предпразднично. А это самое главное – чувствовать праздник накануне. И не важно, что снежные скульптуры проживут недолго, но порадовать успеют. А всех мастеров, сотворивших сказочные уголки, ждут новогодние подарки. Субтитры создавал DimaTorzok